Здесь вот надо будет плиту тогда вот эту убрать. И вон, смотрите, центральная форсунка, хотя бы промыть ее. Здесь она грязненькая. Сегодня утром фонтан на площади Победы не работает. Однако причина совсем не поломка механизма. Это плановая работа. То есть она происходит раз в две недели. Непосредственно моют самого чаши фонтана. Потом мы его заполним и запустим его в работу. Все происходит по следующему сценарию. Фонтан сливают не полностью и моют боковые стенки чаши с помощью специальных средств. Потом всю оставшуюся влагу откачивают, чистят пол и форсунки. В эти сливные каналы собирают всю воду. Затем ее путь лежит через ливневку. Следом финальная чистка керхером, чтобы не осталось и следа от средства для мытья. Но скопившаяся пыль это только полбеды. Загрязняют фонтан и люди. Бросают и фантики, и бутылки бросают. Все подряд туда летит. Мы все это стараемся после выходных все убрать оттуда, чтобы фонтану, работа фонтана это не мешала. Потому что обычно вот эта грязь, она забивает наши форсунки. Фонтан начинает работать перебойно. Может какая-нибудь форсунка забиться, она может вообще не работать. Мы в понедельник, в понедельник по пятницу делаем его, чтобы он постоянно работал. Прочищаем все форсунки и моем чашу фонтана. Даже монетка, по традиции брошенная фонтан, тоже способна забить форсунку и стать трудно разрешимой проблемой. Поэтому от некоторых обычаев коммунальщики предлагают рязанцам отказаться. Вообще мусор, который оставляют люди, убирают часто с понедельника по пятницу. Саму же чашу только пару раз в месяц. Чистят не только фонтан на площади Победы. Городские службы работают и по другим адресам. Театральная, цирк, городской ЗАГС. И только от культуры рязанцев зависит, сколько препятствий будет на пути у таких чистильщиков. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».